МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Скажите, пожалуйста, есть ли уже какие-то цифры, сколько людей прошло, диспансеризацию, и, собственно, зачем это нужно? Прошло уже около 50 тысяч из нашего годового плана в 500 тысяч. То есть мы идем неплохими темпами, несмотря на то, что сегодняшняя ситуация с эпидемией гриппа, в общем-то, достаточно серьезные препятствия для ее проведения. Изначально задачей этой диспансеризации было выявление заболеваний на ранней стадии, факторов их риска. В первую очередь, конечно, сердечно-сосудистые заболевания, поскольку именно они складывают основную нашу картину заболеваемости. Возраст этих людей, какой основной практик? Возраст вообще вот в этой диспансеризации получается так, что у нас основная часть людей, которые проходят диспансеризацию, у которых все это выявляет, это активный трудоспособный возраст от 30 до 60 лет. Какие специалисты в этом году подключились, так скажем, в список диспансеризации? Говорят, что есть профилактика онкозаболеваний. Да, да. Вот что особенность последней диспансеризации? Ну, она и в 2018 году была такая. Появилась еще новая категория, целевая аудитория, новая категория людей, которые осматриваются раз в два года. Это скрининговое исследование для женщин на рак молочной железы, маммографию, и у мужчин на онкологические заболевания желудочно-кишечного тракта и предстательной железы. Это очень серьезно и очень важно, потому что онкологическая патология, поражение внутренних органов, это, конечно, серьезная для нас проблема и задача. Но вот эта диспансеризация предназначена как раз для выявления на ранних стадиях этих заболеваний. Как человеку это пройти? То есть он может взять один день рабочий за счет работодателя? Насколько сейчас позволяет закон? И куда обратиться? Какова процедура? Всегда диспансеризация проводится по месту прикрепления человека, по месту жительства чаще всего. И обращаться надо в любое место. В регистратуру, в кабинет профилактики. Ну и кроме того, конечно, скрининговые исследования сахарохолестеринина, это всегда электрокардиография, это всегда. Флюорография или рентген о грудной клетке тоже. Мазки на онкоцитологию у женщин тоже. Но в дальнейшем, в зависимости от того, что получили при первичном, так называемом, первом этапе, при первичном скрининговом исследовании, тогда добавляется второй этап, когда конкретизируются те или иные подозрения на заболевание. Ну и плюс еще в дальнейшем может продлиться, так скажем, до обследования уже вне рамок дополнительной диспансеризации, потому что там ряд исследований могут не входить в перечень этой диспансеризации. Ну, например, компьютерная томография, ядерно-магнитная резонансная томография, может быть, УЗИ каких-то органов, дуплекс сосудов. То есть вот это не входит в перечень диспансеризации, но может потребоваться... Нет, по возможности может быть направление, да? Да, это тоже будет сделано бесплатно, но уже в рамках терпрограммы обязательного медицинского страхования. Ирина Владимировна, существует мнение у пациентов, что диспансеризация это как бы, ну, так, да и ладно, и не буду я ее проходить, и врачи к этому относятся так вот, скажем, вторично. То есть надо, ну, для галочки, некоторые так считают, скажите, пожалуйста, вот действительно ли такое отношение, что собрал бумажки и сложил, либо все-таки нужно отнестись к этому серьезнее? Нет, интерес диспансеризации вот за эти годы возрос. Отношение к этому поменялось и со стороны врачей, и со стороны пациентов, потому что, ну, например, у 30% прошедших диспансеризацию мы выявляем гипертоническую болезнь, у 3% сахарный диабет, около 300 человек с онкологическими заболеваниями, то ли и на локализации, и никакой гарантии нет, что конкретно этот человек не войдет в число тех процентов. И здесь не было никаких симптомов, наверное, если человек... Никаких симптомов не было, и потому он не обращался. Не говоря уже о гиперхолестериномии, которую вообще никак не ощущает. И вот здесь мы можем мешаться только путем консультации. Специалистов хватает? Профилактическая консультация. Специалистов мы... Хватает, потому что первый этап диспансеризации, он не такой нагрузочный для специалистов. То есть там участник, основной участник, это лечащий врач, участковый терапевт. Ну и плюс кабинеты отделения профилактики, о них я уже говорила, лаборатория. Несмотря на те огромные объемы людей, которых мы смотрим, тем не менее, каждая поликлиника находит для себя какой-то способ разделить потоки, улучшить возможность доступности. То есть в субботу, в воскресенье работать можно. Час добавляется в ряде поликлиник, после основного приема добавляется час у каждого терапевта на эту группу пациентов. Где-то, возможно, мы выездными бригадами. То есть в прошлом году 25 тысяч выездных бригад было. Ну это в сельской местности, конечно, в отдаленные села и как-то еще. Реально ли пройти обследование за один день? Реально. Ну как, реально пройти, но там возможно, что, допустим, результат флюорографии будет завтра. Это результат анализа крови, может быть, завтра. Но если экспресс-методом, то может и сегодня. То есть ничего сложного в первом этапе нет, чтобы нельзя было его пройти, не пройти за один день. Ирина Владимировна, спасибо вам большое за беседу. Всего один день нужно потратить на свое здоровье, чтобы жить дольше. Мы сегодня говорили о диспансеризации с главным терапевтом Алтайского края. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова